Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовим кальмара. Эта закуска очень простая, потратит минимум вашего времени, также минимум продуктов и будет очень вкусная. Это будет холодная или горячая закуска, это уже по вашему решению. Попробуйте в холодном виде, попробуйте в горячем виде. Как больше понравится, так и подадите. Я взял уже очищенное, здесь у меня 500 грамм. Также понадобится зеленый лук, репчатый лук, лимон, чеснок, вяленые томаты, немного перца чили, ну и, конечно же, соль и перец. Хоть и кальмар у меня очищенный, но на нем есть такая некая шкурка, которая будет его сжимать при жарке, поэтому нам нужно от нее избавиться. Делать я буду это следующим способом, очень простым. Выкладываем полуразмороженного кальмара в какую-то емкость и заливаем крутым кипятком. Дадим ему полежать в кипятке максимум 1 минуту. Минута у нас прошла, теперь нам нужно просто залить, открыть холодную воду и промыть кальмар под холодной водой, чтобы он полностью остыл и дальше не готовился. Кальмар у нас охладился, теперь его очень легко почистить, если что-то на нем осталось. Вот смотрите, вот здесь вот есть какая-то пленочка, ее можно легко поддеть и вот так вот убрать. Также, соответственно, внутри, если что-то осталось, например, вот эта хитиновая пластина. Также это все убираем. Вы же можете взять кальмара неочищенного и очистить его самостоятельно. Он будет в 2 даже, а то и в 3 раза дешевле, но повозиться придется. Очищенного кальмара нарезаем вот на такие вот широкие кольца. Если они будут тоненькие, они просто свернутся и будут совсем уж маленькие. Но вот такие вот колечки будут в самый раз. Дальше нарежем лук. Лук я буду резать на полукольца. Чеснок тоже буду резать крупно. Вот зубчик разделю большой на две части, а этот даже не буду делить. И просто нарежу вот на такие вот шайбочки. Дальше нужно немножко нарезать вяленые томаты, потому что это половинки помидор. И я просто мельчить тоже не буду, просто немного их вот так нарежу. Сегодня я буду готовить на смеси оливкового масла и сливочного масла. Добавляем немного оливкового. Масло прогрелось, отправляем сюда лук и чеснок вместе. И обжариваем их до румяной корочки. Это где-то, я думаю, минутка у нас на это уйдет. Лук с чесноком обжаренный на оливковом и сливочном масле, друзья, это уже очень вкусно пахнет. Ну вот, смотрите, лук с чесноком у нас уже начали золотиться. Далее мы добавляем сюда вяленые томаты вместе с маслом, как я уже сказал. И немного их тоже поджарим. Ох, вот запах пошел, вот запах. Прошло буквально 20-30 секунд и отправляем сюда кальмара. Быстро-быстро все начинаем мешать, потому что сейчас кальмар напитывается всеми вкусами и ароматами, вот что в этой сковороде находится. Добавляем соли по вкусу, черный перец. И немного я добавлю еще чили. Теперь опять же все перемешиваем. Добавляем зеленый лук. Ну и все, блюдо наше готово. Выключаем и подаем. Ну что, друзья, осталось только попробовать, что у нас получилось. Ну я знаю, что это очень вкусно, но не откажусь еще разочек попробовать. Это очень простая и очень быстрая закуска, друзья. Ваше здоровье! Невероятно нежный кальмар. Буквально минута в кипятке и 40 секунд на сковороде. Все, этого вполне достаточно. Если вы будете держать его дольше, то, соответственно, он у вас будет просто-напросто резиновый. Поэтому готовьте так и наслаждайтесь вкусным блюдом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...